Адрес один, но две части пятиэтажки на Междуречье стоят друг к другу углом. В подъездах одной побелено и покрашено. В другой – облупленные стены и слой многолетней пыли на потолке. Несколько лет назад здесь всё было похоже на руины. Мы же шесть лет работали с домкомом Алюнина Татьяна Юрьевна, которая деньги в заблуждение нас везла, убила. Денег нет, денег нет. Списывала, денег нет, ничего не делалось. Привела дом в разруху. Первая половина дома утверждает, в порядок двор и подъезды привела компания «Перспектива». Она обслуживает этот адрес с 2015 года. Но недавно на подъездах неожиданно появились объявления. Дом передан под управление компанией «Любимый город». Собственники были очень недовольны, возмущались, очень просили меня лично оказать помощь в том, чтобы дом вернулся в нашу управляющую компанию. Я могу перечислить, столько она сделала. Горячую воду сделала, отмостки сделала. Потом цоколь покрасили, поставили счетчик, асфальт. У нас здесь люди, 109-я квартира поломала ногу, 104-я квартира поломала руку. Наша сторона осталась не у дел. Здесь ничего, вы можете посмотреть, здесь ничего так у нас и не сделано. Сегодня уже прошло три года, у нас так и не сделаны козырьки. Одни хвалят работу Нины Шевчук и недоумевают, почему другие недовольны перспективой. Жильцы второй половины разводят руками. Даже внешний вид их части дома говорит о результатах работы. «На неё нагородили, что якобы она на свои деньги наворовала и сделал дорогу. Но это мыслимо. И вот такое же распространяется во всем между речью». «Так ты делай нормально, правильно? Ту и нашу сторону. Никаких разговоров бы не было бы. Она хорошая, потому что ведёт себя так. Ну правильно, она свою сторону чистит, а нашу нет». Татьяну Алюнину в этой половине дома обвиняют, что она была в доле с предыдущей компанией. В ответ бывший домком показывает документы из судов, прокуратуры и жилищной инспекции. «Мы подали заявление в суд, мы собрали все доказательства о том, что мы проголосовали за другую управляющую компанию. И, значит, соответственно, голосование, которое было со стороны перспективы, оно было фальсифицировано». «Я постоянно с ней ссорилась, чтобы вот этот ремонт сделать. Она всё кричала, денег нет. Куда уходили наши деньги? Я до сих пор не знаю». По словам Татьяны Алюниной, Нина Шевчук сама поначалу была недовольна работой перспективы, которую теперь так рьяно защищает. За первый год не было сделано ничего. Та писала жалобы, обращалась за помощью в администрацию. «Козырки сделали, удовлетворили требования со стороны, значит, получается, Шевчук, Нина Николаевна и Шамсудиновой. И они повернулись вспять. Они начали говорить, что любимый город, значит, не стоит выбирать, что нужно всё-таки вернуться обратно в перспективу». Из перспективы дом перешёл в любимый город согласно решению жилинспекции Владивостока. Голосование в пользу перспективы комиссия посчитала недействительным. Правда, чтобы включить любимый город в реестр, потребовалось время. Пока дом был ничей, перспектива и выполнила часть работ. «Торец дома, они нам не утеплили, и козырьки они нам не сделали. Ну, я так думаю, что это просто было быстрее, удобнее, то, что было быстрее и удобнее, то они сделали». «Недовольств от собственников мы не слышали. Ни звонков, ни заявлений вообще не поступало». Нина Шевчук теперь переживает за миллион, собранный жильцами в счёт капитального ремонта. А Татьяна Алюнина отмечает, переведены средства на спецсчёт «Перспективы». А голосование провели без жильцов. Подписи подделали. «Я вас умоляю. Дело в том, что у нас полтора миллиона сейчас на счёте. Деньги пропадут. Спросите любого. Когда переходишь с компанией в компанию, деньги теряются». «По этому вопросу думаю, что эти деньги никуда не пропадут, потому что сейчас у них будет проверка». Пока же судебные разбирательства продолжаются, а соседи так и воюют друг против друга. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова